За множеством дискуссий и панельных сессий четко прослеживалась основная мысль, как найти новые точки роста для регионов. В условиях снижения государственного финансирования субъектов России для последних поиск инвесторов становится задачей стратегической. Властям на местах с большей изобретательностью приходится придумывать, как привлечь бизнес. Мы предлагаем инвестировать в Новороссийск, город с многоопростоевой экономикой. Краснодарский край впервые за все время проведения форума в качестве проектов предложил площадки предприятий банкротов. Вместо того, чтобы впустую обслуживать их содержание, решили отдать территории со всей имеющейся инфраструктурой под реальный бизнес. Впервые от Кубани были представлены проекты в области зеленой экономики, когда экономический рост связан с сохранением окружающей природы и ее ресурсов. На форуме в Сочи 15 таких предложений от развития альтернативной энергетики до производства электромобилей. Мы должны сделать все возможное, чтобы в приоритете любого экономического развития стояла защита или приоритет всех экономических норм. И знаете, я хочу подчеркнуть, что многое, что сегодня мы делаем, связано с тем, что мы берем в долг у будущих поколений. И поэтому, если мы уже берем в долг, мы должны уже будем вернуть явно уже то, что для них будет приносить пользу, для них будет экологически чистым и полезным. Конечно, инновационные проекты по количеству пока проигрывают предложениям в традиционных отраслях экономики. Для Кубани это курорты, строительство и агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство, например, показало рост в прошлом году. Уровень субсидий в этой отрасли один из самых высоких в регионе. Но время требует новых механизмов поддержки. Об этом губернатор Крайвини Мин Кондратьев говорил с генеральным директором агентства стратегических инициатив Светланой Чубшевой. Сельское хозяйство тоже на 6% дало прирост после меня с прошлым годом. И здесь мы многие ввели новые механизмы стимулирования сельского хозяйства. Мы ушли от субсидий, вот так вот просто раздавая, мы пришли к микрофинансированию. И сам бизнес должен чувствовать ответственность за те деньги, которые он берет в бюджете. И у него должно быть четкое понимание, что он должен вернуть и при этом заработать. Мы сегодня инвестируем не в затраты, а инвестируем в развитие. Немаловажны также инвестиции в социальное развитие общества. Светлана Чубшева не исключила возможность создания проектных офисов для этого направления. В этом году особый акцент, наверное, сделаем на социальных и образовательных проектах. В сфере социального обслуживания, сохранение культурного наследия региона, развитие туризма. Это как раз, наверное, те сферы, которые тоже будут интересны Краснодарскому краю. В том числе это инвестиции в человеческий капитал. Например, проекты, призванные повлиять на долголетие и качество жизни граждан. Подобный подход внедряют и в Краснодарском крае. Это высоко оценила вице-премьер Ольга Голодец. Ей показали проекты по строительству и реконструкции физкультурно-спортивных комплексов в Краснодаре. Ведь для любой экономики важно, чтобы делающие ее люди оставались здоровыми. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи.